Так, ну что, приветствуем всех! Сегодня у нас прямой эфир, к нам в гости приехал Вадим Васильев. Вадим узнаю очень давно, могу характеризовать и рекомендовать как замечательного маркетолога, профессионала, да, не те, кто рассказывает очень много, а кто делает, потому что с Вадимом мы, сколько, 10 лет уже, да, назад? Больше, больше. У меня агентство 12 уже будет в январе, мы с тобой на первом году жизни агентства, мы его познакомимся, так что 12 лет. Да, чем агентство твое, как бы, занимается, давай, кто нас не знает еще, расскажи. Да, ребята, давайте в двух словах, самую скучную часть я вам расскажу. Значит, история номер один, у меня есть рекламное агентство, которое создает бренды для девелоперов, бренды корпоративные и бренды жилых проектов. Агентство 12 лет, 70 плюс клиентов, 300 плюс проектов. И со Стасом мы познакомились, когда работали вместе над 3D всякими штуками, которые мы до сих пор делаем, но когда-то начинали со Стасом этим заниматься. А второй бизнес, который у меня есть, это академия, в которой я обучаю людей маркетингу. В основном это рынок недвижимости, это риелторы, руководители агентств, девелоперы и так далее. Поэтому все вокруг маркетинга так или иначе выстроено. Маркетинг – это наука, которая помогает вам продавать, если очень кратко. То есть все телодвижения, которые вы совершаете со своим брендом, со своим именем, со своим сервисом, со своей услугой – это все маркетинг. И если это помогает вам продавать, то вы все делаете правильно. А если это не помогает вам продавать, то вы что-то делаете неправильно, собственно говоря. А вопрос тогда? Да. Так, продавать-то можно разным способом. Можно просто сказать, вот купите что-то, а можно строить как бренд свой. И вроде как ты не продаешь сейчас, но отложенные продажи тоже есть. Ты считаешь и то, и другое? То есть как это совместить? Идти от экспертности и потом когда-нибудь у тебя что-то купить дорогое? Либо прямо сейчас купи вот мои апельсины, потому что вот они самые вкусные, дешевые и только сегодня. Ну это стратегия. Так, расскажи. Стратегия бывает совершенно разная. Она бывает краткосрочная, долгосрочная. Какой правильный выбор? Она у всех разная. Нет единого правила для всех не существует. Потому что мы, во-первых, все разные люди, в первую очередь. И у нас разного масштаба бизнесы. И у нас разной степени прокачанности бренды, в том числе и личные. Поэтому кто-то начинает с самого нуля, старт, фронт и скрэчч, и для него все в новинку. А кто-то уже располагает какими-то возможностями, у кого-то есть уже свой бизнес, студии какие-то многолетние, может быть базы клиентов и так далее. У людей очень по-разному происходит. У меня, допустим, есть выпускник из Питера, Константин Федоров. Вот он пришел, его агентство недвижимости, он пришел учиться стратегии. Его агентство уже было на тот момент больше, чем ему 15 лет. Но у него существовало определенное направление, в котором он работал. Вот у него была база клиентов, она у него по-прежнему есть. Он практикует и практиковал холодные звонки, и он в этом направлении работает. Он пришел для того, чтобы добавить к этому новое направление, digital. Мы сделали ему бренд, мы сделали ему всю упаковку, там сайты, квизы, чат-боты и так далее. Сейчас он настраивает таргет, и он добавляет к своему бизнесу тот кусок, которого у него не было. Кто-то приходит вообще с нуля. Люди создают, там, вот у меня сегодня была пробежка с одним из выпускников. Я бегаю со своими выпускниками по утрам. Спорт наше все, друзья. Да, кстати, Радим занимается там бешеными всякими, там что-то тут не делаешь. Плаваешь, бегаешь, стреляешь. Я триатлет, триатлет. Не-не-не, я плаваю, бегаю, езжу на велосипеде. Вот. И сегодня бегал с Антоном Григорьевым. Он руководитель агентства «Хамеллён» Московского агентства недвижимости. И мы создавали ему бренд с нуля. То есть, совсем другая ситуация. У него там пока работает всего пять человек, большие планы, но уровень, степень развития бренда совершенно другая. Поэтому мы все разные. Независимо от того, один ли вы человек, или у вас уже есть компания 50 человек. У меня, допустим, Лена Качанова, руководитель агентства недвижимости Московского. У меня там 35 человек агентства уже. Она пришла, мы ее тоже все переделывали. То есть, люди развиваются очень разными стадиями. У меня такая тема есть, что на разных стадиях как раз разные, ну, получаются навыки и разные задачи решаются. Давай, знаешь что, чтобы мы как бы в абстракцию не уходили, давай можешь порекомендовать, вот если мы какой-то кейс сейчас дадим, разберем. Можно? Ну, давай попробуем. Ну, вот смотри, допустим, если я молодой дизайнер интерьера, либо художник, да, вот я выпустился, например, из, прошел курсы какие-нибудь, да, у меня есть продукт, у меня есть дипломный проект, у меня, может быть, есть там один-два проекта опытно сделанных, да. Что мне сейчас делать, вот в первую очередь, для того, чтобы, ну, начать карьеру, да. То есть, понятно, что там долгосрочный бренд тоже можно строить, но я, может быть, там сам еще до конца не понимаю, в какой нише там мне работать. Может быть, я не знаю, сколько денег там надо в таргетинг, нужно ли мне таргетинг, либо мне нужно там прямые эфиры проводить. То есть, вот куда, как мне податься, да, чтобы не запутаться в этом. Я почему спрашиваю, потому что у нас много ребят, у нас тоже клуб есть по обучению, да, так же, как у тебя. И мы, собственно, там проставим эти стратегии, и большая проблема в том, что, ну, непонятно, что делать. Из каждого утюга сейчас кричат, что вот надо делать это, первый, второй, третий, из другого прямого эфира человек слушает другое. Вот как ты думаешь, вот, начинающему, как начать? А ты себя утюгом не ощущаешь? Ну, в принципе, меня можно классифицировать как угодно, поэтому давай мы с тобой два утюга, мы тоже поутюжим немножко. Без иллюзий, да. Поутюжим немножко с нашей точки зрения, как это может быть? Ну, давай, да. Подискутируем по этому поводу. Я совершенно точно ощущаю себя утюгом, потому что я знаю, что люди, которые видят меня первый раз, они воспринимают меня именно так. Вот еще один чувак, которого зовут Вадим, вот этого утюга зовут Вадим, и он тоже что-то... Ну, давай, расскажи нам, как космические корабли бороздят просторы Вселенной, вот из этой серии. И ты все время должен людям что-то там доказывать, что ты не такой утюг, как все, что ты там лучше, не знаю, современнее и все остальное. Да, я утюг, но я утюг практикующий, поэтому у меня в 12 лет свое рекламное агентство, я в нем создаю бренды, поэтому мой утюг знает, что говорит. Значит, что делать? Что делать? Первое. Без стратегии ни хрена не будет. Ничего не будет вообще без стратегии, будет дерготня и суета. Можно как угодно относиться к этому термину, не любить его, не холить его, не лелеять его, не заниматься этим. Но пока нет хотя бы какой-то краткосрочной стратегии. Вот есть точка А и есть точка Б. Куда ты хочешь прийти? К весне или к лету или к следующей восемь. Что ты еще если хочу зарабатывать? Стратегия? Нет. Это не стратегия. У стратегии есть некоторые функциональные данные, на которые она опирается. Первая функциональная данная – это уникальность. Любой человек уникален просто потому, что он родился, вырос и у него есть черты, которые не присущи другим людям. Вот точно так же у профессионализма есть своя уникальность. У каждого из нас что-то получается лучше, что-то получается хуже. И это что-то надо понять, найти и монетизировать. Это уникальность. Да, профессиональное предназначение. Потому что если бы я просто выходил в 12 лет назад… Если бы я приведу пример, вот смотри. Если бы я просто выходил 12 лет назад как рекламное агентство, то вероятнее всего у меня ничего бы не получилось. Но я сказал, я не просто рекламное агентство, а я рекламное агентство, которое работает только с рынком недвижимости. Мои клиенты – это девелоперы, а мой приоритет – это жилые проекты. Это моя уникальность. А это не нишевание? Чем отличается? В том числе это один из вариантов уникальности. Нишевание. Оно бывает географическое, оно бывает по разновидности услуг, оно бывает по каким-то стилям. Если мы про дизайнеров интерьеров говорим, например, этот работает лучше в этом направлении, а этот работает лучше в этом направлении. Кто-то оккупировал вот эту территорию, кто-то хочет занять вот эту территорию. Кто-то работает с загородными поселками, кто-то с квартирами, кто-то ар-деко, кто-то прованс. Ну, я сейчас как дилетант рассуждаю. Ну, за мной все правильно. Вот. То есть, это есть в каком-то смысле нишевание, но еще уникальность у нее есть эмоциональные критерии, кроме вот этих функциональных. Что такое? Моя, например, уникальность – это скромность. Все это знают, кто со мной работает. Я это эксплуатирую. Все знают, что Васильев очень скромный, не брутальный, не харизматичный. Понимаешь? То есть, вот на этом строке… Но у каждого человека это свое. И это надо найти. Вот когда ты это находишь, то следующим твоим шагом должна стать целевая группа. Кому ты собираешься что-то продавать вообще? Кто эти люди? И это уникальность твоя должна соединиться с вот этими целевыми группами, потому что они должны захотеть это купить. И вот когда ты это понял, и кому-то на это надо 2-3 дня, как показывает обучение, а кому-то надо бесконечное количество лет просто, да, непредсказуемо. Когда ты это понял, дальше можно идти в упаковку. Дальше можно заниматься неймингом, брендингом, брендбуками, сайтами, лендингами, креативами, идти в Инстаграм или идти в Таргет или туда и туда. Дальше уже техничка, да. То есть, дальше это техническая часть. Хорошо, как понять? Давай попробуем, не знаю, какие-то три совета или последовательства. Как понять? Вот, допустим, ты говоришь кому-то быстро, нам за 2 часа, нам за 2 дня, кому-то там 10 лет. Вот, ты же видел, получается, разных людей. В чем ошибка вторых, да, и в чем преимущество первых? Ошибка основная, которую совершают 90% людей, они не делают ничего. Они тебя слушают, смотрят урок. Говорят, спасибо, я это уже слышал. А, спасибо, я это уже слышал или ой, это я знаю, а, это я уже проходил, ой, это я уже говорил. А, ну это я знаю, что уникальность. То есть, люди в итоге ничего не делают. И это самая большая ошибка, которая преследует огромное количество людей. Потому что любое знание абсолютно бесполезно, если его не применять. Вот ты учил, например, в школе, ты какой язык учил в школе? Английский. Английский. Вот ты его применяешь? Ну, применяю, да. В путешествиях, да. Вот. А вот если бы ты не ездил в путешествиях... Я хуже сделал на английском, не умею говорить. Никому об этом сейчас не будем говорить, конечно. А есть же масса людей, которые, например, в школе учили немецкий. И они его не применяют в жизни. Вот попроси их сейчас там поговорить с немцами. Ну, выветривается, согласен. Оно просто уходит, потому что нет практики. Если ты не водишь автомобиль, там вот у меня была травма ноги. Я ходил на костлях полгода. Я сел в автомобиль после травмы, первый раз, когда смог ногу согнуть. У меня было ощущение, что я сижу первый раз в жизни. У меня прям непривычно вот это. Я медленно ехал там и так далее. Вот с маркетингом ровно то же самое. Если ты не применяешь знания, которые ты получаешь, они не работают. У меня есть ученики по полгода работают со мной. И они даже инстаграм не открывают. Им страшно. Они боятся. Они говорят, Вадим, я не могу открыть. Я не могу выйти в эфир. У меня то, у меня все. Пятое, десятое. Они не применяют. Я говорю, зачем вы ходите? Ну, без этих занятий совсем плохо. Ощущение, что я ничего не делаю. Вот так логика выглядит. Согласен, да. Ошибка номер один. То есть просто не делать ничего. Ошибка номер два. Делать не так, как тебе сказали. Вот, смотрите, очень хороший пример из спорта. Вот мы затронули, я приведу пример. Например, допустим, ты просто в удовольствие бегаешь по утрам 5 километров. Вот пока ты просто в удовольствие бегаешь по утрам 5 километров, тебе никакой тренер не нужен. Ты просто дышишь воздухом. Но если ты хочешь участвовать в соревнованиях, например, пробежать в марафон за 3,5 часа, тебе без тренера не обойтись. И ты это очень быстро поймешь. Потому что это совсем другие нагрузки, совсем другой подход. Тебе нужен тренер, который скажет, так, вот у тебя план тренировок, сегодня ты делаешь вот это, завтра ты делаешь вот это. Вот с маркетингом ровно то же самое. Если ты хочешь не просто открыть инстаграм и получить 300 человек себе в подписчики, а там, не знаю, вырасти в какое-то количество и получать постоянно клиентов, настроить таргет, тттттттттттттттттт, тебе нужен тренер по-любому потому что всегда есть человек который делает это лучше чем ты и он тебе должен по идее говорить как это надо делать если ты делаешь не так как он сказал то все может разрушить я думаю даже ну как бы лучше это первая часть а второе что то что я замечаю не знаю подтвердишь может быть то что со стороны очень сильно видно то есть вот себе когда-то что ты пытаешься сделать дать там себя диагностировать у тебя получается но ты не до конца можешь осознавать потому что ты изнутри на себя смотришь я нужно еще обязательно что-то смотрел снаружи игру вот простые же вещи эти такой да точно вроде простое но как я не могу до этого для этого как бы нужен так и есть составляющие так и есть именно поэтому мы с тобой как люди которые занимаются обучением прекрасно знает что результаты учеников которые работают на консультациях с тобой там со мной их результаты всегда лучше чем у других конечно потому что это называется индивидуальный подход вот в принципе то же самое даже если вы пройдете 10 курсов по таргетингу профессиональный таргетолог хороший он будет лучше понимать как настроить лукалайк чем вы но смысла надо самому вытаскивать и уметь ставить задачи понимать как ставится и 5 до до сна это уровень все равно как надо понимать что делать и что делать себе не нужно разграничение таких вот как бы ответственных вещей да где твоя ответственности где ты должен поставить правильный тезе и нанять уже профессионалы которые конечно всю жизнь этим занимается и технически под подколом лучше абсолютно согласен мне вообще кажется что люди которые профессиональным маркетингом не занимаются вот их уровень минимальный это умение поставить задачу там подрядчику и умение его оценить понимание теперь вот все не обязательно самому ковыряться во всех базах рекламного кабинете настраивать лукалайки но если ты знаешь что такое лукалайк то это значит что ты можешь своего таргетолога спросить а настроил ли он лукалайк аудиторию и ты будешь понимать о чем идет речь и так везде ну и визуализации в дизайне да ты можешь как дизайнер не делать визуализацию ну просто ты можешь даже 3 2 открывать но у тебя есть люди и ты должен понять правильно сделать и красивый некрасиво точно также ну каком-то уровне конечно хорошо окей давай идем дальше смотри час у нас непростое время да ну непростое то что меняется много чего много что возникает новых этих течений давай вот как ты думаешь куда стоит направить взоры профессионалам которые хотят оставаться на плаву и даже преуспеть там в этом в следующем году там до весны какие-то может планы ну не твои да именно может быть и твои кстати да что ты видишь какие тенденции тренда то есть должен ли маркетолог и в этом тоже ориентироваться и простаивать свой бизнес исходя из текущей реальности на будущее смотреть ой я вспоминаю вот эту девушку сбербанка знаменитую я не помню как ее зовут которая сказала что он быть полным идиотом чтобы купить доллар по 35 рублей вот напишите если кто-то помнит ее фамилию вот напишите как его фамилии давайте вспомним ее значит я боюсь прогнозов взрослых потому что все думали что рынок недвижимости умрет а он подрос подрос это не так называется вот когда открыли мфц в июне это произошло и выпустили риэлторов агентства и девелоперов вот он как взлетел в тот момент вот он до сих пор не 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 упал ни на йоту такое последний раз я с многими девелоперами это обсуждал такое последний раз было в 2008 году когда люди повышали цены на недвижимость каждый день став каждый день ты представляешь они каждый день растут цены потому что люди покупают и покупают и покупают и покупают откуда у нас такие у людей запасы недвижимости никто не знает и это к чему и это к тому что прогноз сделал неблагодарное вот и сказать о том что там будет весной или зимой и особенности дизайн которые ничего не понимаю мне не обязательно дизайн куда вообще стремиться как бы на что обратить внимание есть программа минимум которую должен выполнить за не знаю там за один или за два месяца любой уважающий себя предприниматель и неуважаемый тоже в моем мире маркетинг любой предприниматель у него должен быть бренд и минимальную упаковку у него должен быть instagram у него должен быть сайт у него должен быть крис у него должен быть чат-бот у него должна быть налажена система рассылки работы со своими клиентами текущими и он должен понимать как встречать клиентов новых плюс у него должен быть базовый таргет вот это минимальный набор про который даже говорить не хочется неинтересно все прошло и дальше есть какие-то другие шаги которые люди могут совершать если они прошли вот этот первый этап в моем мире этого лета первое создание комьюнити вокруг себя то есть это можно делать социальной сети либо это могут быть какие-то клубы либо это могут быть какие-то группы это то что развивает предприниматель создание комьюнити есть например известный предприниматель владимир волошин и рассказывал с утра он один из основателей русского айронмена который называется iron star и он создает комьюнити предпринимателей которые увлечены спортом и он бегать с ними по утрам каждое утро владимир волошин пробегает 10 километров с еще одним человеком таким образом он формирует комьюнити предпринимателей которые любят спорт это его формат но естественного инсту своей прокачивает кто-то создает как мы с тобой закрытые клубы в которых собираются люди которые априори более амбициозно чем другие потому что если они вступают какой-то клуб да еще и платных знать что им надо больше чем другим это тоже классно один из формат есть комьюнити который устраивается вокруг социальной сети ну мне полегче говорить про бренды людей которые с недвижимостью работает там допустим марина маринова известный риэлтор питерские вот у нее огромное количество подписчиков не потому что она риэлтор а потому что она выстроила вокруг себя социум людей у которых есть определенные интересы то есть не только на профессиональной теме но и на другой конечно а кому интересно профессионально как делать комьюнити правильно улова попросить во первых ты должен быть интересен ты должен быть интересным человеком с тобой должно быть интересно общаться у тебя должны быть какие-то темы которые интересны другим людям и вот тут очень помогает та самая уникальность если ты выстраиваешь себя вокруг чего-то харизматичного аутентичного и только тебе принадлежащего то люди это видят и чувствуют они тебе тянутся им хочется с тобой общаться потому что ты рассказываешь им что-то что они нигде больше не слышат то есть это уникальный какой-то продукт либо твой уникальный опыт скорее опыт продукт эта штука очень сугубо профессиональная то есть смотри вот умеет например кто-нибудь из твоих учеников или коллег делать какой-нибудь там не знаю супер интерьер кто-то умеет это кому будет интересно это будет интересно бит убить то есть другим людям которые занимаются этой же профессии но клиенту это может быть не очень интересно клиенту будут интересны совершенно другие вещи почему я говорил о том что понимание ца своей целевой групп основных это очень важно потому что многие совершают ошибку в риэлторской среде это просто сплошь и рядом одни риэлторы все время пишут и разговаривают с другими риэлторами вот они в этой каши вот так вот крутятся и тоже ну и кому это надо денег там нет потому что один риэлтор не будет платить другому риэлтору я уточню сейчас у вадима клуб риэлторов до которые могут как раз таки с помощью этих инструментов повысить свою продажу на вот у тебя так получается я создаю комьюнити вокруг маркетинга то есть люди которые прокачивают свои бренды которым в принципе нужно больше чем другим как я уже говорил и которые для этого работают в группах и приходит на консультации используют разные инструменты так далее да я вот сейчас собрал такой клуб риэлтор номер один скажи пожалуйста вот люди записываются до участвуют на кто-то что-то делает кто-то что-то не делает а как правильно проходить клуб как правильно взаимодействовать как правильно взять вот от клуба от комьюнити на максимум то есть должен ли ты что-то туда привносить ну сам да как участник и что и как правильно оттуда брать максимально для себя пользу какие наблюдения у тебя мне кажется что все-таки клуб должен быть выстроен вокруг одной персоны вот в нашем с тобой контексте то есть это не должна быть какая-то я не знаю абстрактная ассоциация риэлторов в россии или там ассоциация дизайнеров россии ну хорошо чего там будете делать кроме того что членские взносы будете платить а если есть какое-то лицо вокруг которая не знаю там человек силы до некое человек знаний вокруг которого люди собираются и который отдает что-то чего нет у других тогда это становится интересно клуб формируется вокруг сильных людей это может быть один там не знаю в моем случае наверное один я так себе представляю клуб сильного человека вокруг которого другие люди которым ты интересен и ты отдаешь им что-то что не может отдать другой у тебя есть какие-то знания у тебя есть какой-то опыт у тебя есть какие-то кейсы тебя есть какие-то механики у тебя есть какая-то команда у тебя есть понимание как работать какие-то темы то есть очень очень много чего-то что нет других и ты это отдаешь и вокруг этого выстраивается клуб точно так же как у твоих учеников может быть выстроена история с дизайном как-то так главное разделять битубе и битусе это тоже частая ошибка давай расскажи как разделять битубе и битусе в чем разница не все нельзя просто понимаешь битубе вообще чтобы битусе давай чуть-чуть с база но вот смотрите битубе аутидория это другие дизайнеры интерьеров или другие предприниматели которые работают в этом сегменте мы сейчас битубе работы сейчас конечно битубе абсолютно битусе тогда как а битусе это клиенты которые принесут тебе деньги вот а если для нас битубе клиенты которые принесут нам деньги начали битусе ты играешь в термины нет неважно да это смотреть битубе это бизнес-то бизнес битусе это бизнес-то кастома то есть если ты работаешь на понятно конечно потребителем на это битусе если ты работаешь с другим бизнесом эту be to be для кого-то естественно b2b может быть быть усе мы мы сейчас рухнем и теперь давай так если дизайном делает для частного клиента это туси а я для ресторана тоби нет вот если дизайнер делает для другого дизайнера вот тогда это будем если визуализатор делают для дизайнера то это битами не совсем то что ж такое совсем или я что все клиенты разные почему для нашёл всех смотри вот почему для нас для всех важно понять кто твоя целевая группа неважно как она называется важно кто это на самом деле потому что если ты визуализатор если я правильно понимаю то твоим заказчиком дизайнер является вот это твой клиент да для для дизайнера тогда разницы нет в данном случае нет но по для дизайнера конечным клиентом кто является конечно задача частный клиент это может быть ресторан это может быть какой-то там обе тубе тогда где обе тубе это когда дизайн студия работает на рекламное агентство а вот как например вот тогда то есть когда короче предпринимателя это ипс и поэтому или у вас о так что ну например окей хорошо примерно так и что вы какие разницы вот понял я допустим это и дальше что ну вот смотри мы с тобой общаемся с аудиторией который может быть или является твоей целевой которая за какие-то услуги платят тебе деньги точно мои деньги или внимание или внимание точно так же как я общаюсь там инстаграме в своем клубе с людьми которые платят мне за какие-то услуги за какие-то продукты это надо уметь формулировать группа номер один это те самые люди которые несут мне деньги кто они вот их социально-демографические характеристики вот у них есть какая-то профессия вот у них есть уровень дохода вот у них есть вот такие то интересы вот такие то боли вот такие то инсайты группа номер один группа номер два если ты их понимаешь можешь смело идти в таргет если ты идешь таргет это значит ты выходишь на следующий уровень под названием инвестиции в развитие бизнеса потому что еще же люди воспринимают таргет как траты target это инвестиции приносит до этого если стратегии нет и упаковки поэтому есть последовательность который я начал не надо на теги дальше то что называется у рекламщиков продакшен я не знаю если у вас такой термин но продукт производства резул сюда да ты не можешь ничего произвести если ты не понимаешь что ты даже текст не сможет алленд написать кто я такой слушал а вот очень сильно связано с тремя вещами вот характеристик продукта это то что ты делаешь то что тебе нравится очень важно что ты на счете энергии не хватит и ты делать не будешь да там в личность твоя добавляется вот этот бренда эмоция и для клиента то есть для кого и вот на стыке вот этого всего ты придумаешь себе какую-то тему которую за который будут люди платить собственно вот это и есть продукт дальше ты его оформляешь пишешь текст и все остальное пытаешься продать если вы покупают значит все нормально налаживаешь торги и масштабируешь то есть примерно такая стратегия ну как и везде ну да ну да ну кроме торги и то есть еще социальные сети это сложнее дольше почему что-то выбираешь для начала для рекомендация то есть все-таки а торги и телесцово сети торги быстрее дает эффект он дать или может развалить можно спалить но это же предпринимательство это такая штука где есть риски вот поэтому а ты считал по калькуляции я просто делал калькуляцию то есть у меня были цифры на когда я запускал торги ты когда я шел по социальным сетям вот и у меня было ну то есть она у меня есть это калькулятор именно когда тебе имеет смысл социальными сетями заниматься сколько ты вкладывать будешь времени да и таргет вот и у меня там получалось данные такие что примерно условно там нет точно цифры не помню допустим 150 рублей стоит тебе лид по таргету а по социальным сетям то есть по экспертность теме те 50 рублей стоит но чтобы получить лида за 50 рублей тебе нужно вложиться в лид магнит да или в какую-то дополнительную ценность видео записать какой-то полезно которые будут скачивать то есть что это говорит ты говоришь что ты должен еще один какой-то подпродукт сделать понятная аудитория и должен как бы время на это и страдать считала ли какие-то у тебя вот ну либо там рекомендации вот по этой теме все-таки как бы стараться сначала понтарге на либо уменьшать количество денег за счет лида и что-то сделать как лид магнит ну без лид магнит вообще наше время ловить ничего нигде мне кажется что эта история такая вот то что называется база да там лендинг виз лид магнит экспертная статья хотя бы или какое-то короткое видео ты что-то должен человек какую-то пользу отдавать но я на твой вопрос отвечу по-другому давать то что социальные сети и таргет это разные воронки когда ты идешь таргет то эта работа с абсолютно холодными людьми которые тебя не знают вообще и тебе нужно какое-то время для того чтобы они увидели кто ты такой а социальные сети это работа с теплым трафиком то есть ты привлекаешь к себе в социальные сети людей они начинают на тебя смотреть подписываются изучают приходит тебе на прямые эфиры получают какую-то полезность и через какое-то время не знают кто ты такой поэтому монетизация теплого трафика она более эффективна чем монетизация холодного трафика но и там и там таргет просто смотри в некоторых случаях таргет это может быть работа с какими-то вот ну не знаю там высоко запросами с часто распространенными запросами не знаю дизайн интерьера условно то есть таких запросов наверняка очень много и вероятнее всего стоимость льда у тебя будет очень высокая вероятнее всего потому что в этой нише у тебя поняту релоса да тебе твои же дизайнеры придут посмотреть что-то совершенно верно залит ты будешь платить а если ты работаешь долгую и понимаешь кого ты привлекаешь к себе условно в инстаграм то через какое-то время эти люди которые тебя читают если ты все правильно продумал с точки зрения целевой аудитории они становятся твоим клиентам вот так вопрос задавайте если у кого-то кстати если только спрашивает таргет как-то в обход соцсетям идет сразу на посадочную можно и так можно напрямую это будет работать с холодным трафиком то есть если вы ведете таргет сразу на лендинг то вы работаете с абсолютно холодными людьми представляете вам надо продать им как в магазине какой-то продукт который они не знают сразу и они должны выбрать вас вот почему его в сфере услуг люди молятся ну молится в кавычках на instagram потому что instagram выполняет функцию обогревателя человек попадает не на лендинг он попадает ваш аккаунт там он проводит на сковородке какое-то время в течение которого вы объясняете ему какой вы молодец он такой да вот этот человек молодец после этого показывать ему кнопку купить отсылку в шапке профиль у вас и он покупает где-то недели может месяц может быть два может полгода но он греет пять лет у меня такое было это такое да а когда вы ведете человека на посадочную это как вы зашли в супермаркет стоите не знаю там перед полкой с йогуртами и вот 4 йогурта вы знаете опять и вы не знаете вам надо заставить человек купить то что он не знает ну вот какова вероятность это просто сложно поэтому цена сделки будет высокая либо надо весь телевизор и рекламы ну конечно да да то есть стоимость сделки например в недвижимости стоимость сделки в некоторых сегментов достигает 30 тысяч рублей то есть а стоимость например заявки может быть несколько тысяч рублей и это еще не факт что это будут мы слушаем и заявка это недалекие цифры от нас у нас стоимость заявки заявки нормальный полторы тысячи стоит в дизайне стоимость сделки ну то есть когда договор подпишешь все воронки от десяти до тридцати тысяч рублей и это движение это нормально и люди я готов за это платить потому что у меня средний чек 300-700 тысяч то есть 500 это серединочка готов ли я 30 тысяч рублей заплатить за 500 ну да целом готов почему нет то есть это же бизнес ты считаешь но если заявками считать то получается что там допустим если взять и не знаю 5000 заявка тебе нужно минимум три заявки наверно для того чтобы закрыть сделку это уже зависит как ты закрываешь и если если на то что за заявка да то есть и равно 15000 затрата да 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 но это инвестиции да вот без этого никогда окей супер интересно да если есть какие-то вопросы тоже задавайте у нас живой маркетолог может спросить у вадим супер расскажи давай твои планы может быть да вот чем ты занимаешься какие твои планы как скажем ну занимаешься ты агентством да или ты школу запускаешь то есть как тебе вообще в роли преподавателя да как тебе в этой роли ты год занимаешься до меньше меньше мы с тобой год назад просто общались эту тему только начинала сейчас ну ты рассказывал тебя уже хорошие в целом там успехи есть по этой теме как тебе вообще такое направление сложно легко я себя чувствую новичком абсолютно то есть спустя год работы с хотел сказать сфере образования боже как звучит муторно вот в этой истории в обучающей я меньше года декабре будет год и я чувствую себя новичком потому что у меня нет стабильности стабильность признак мастерства когда у тебя все на минимально достойном уровне с скачками вверх тогда наверное можно говорить о том что ты чего-то достиг у меня вот слишком вот такая вот история сенсообразная чтобы говорить о какой-то стабильности у меня то все хорошо вы получается замечательно то я куда-то проваливаюсь поэтому я не чувствую себя эксперты начинающий у тебя два получается бренда все-таки ты выстраиваешь как ты или бренд 1 что у тебя агентство вот если я почему это спросил потому что как любой человек как бы успешно на в чем-то у него рано или поздно возникает вопрос типа как вот чем не еще заняться может быть дополнительно соответственно тебя сейчас два направления вот как с брендом если мы говорим ну из маркетинговой стратегии как у тебя связано собственно там бизнес как бизнес и академия на как академия потому что если тоже нас ребят смотрим да то возможно кто-то делает дизайнеры они могут не только дизайн делать они могут там стройкой заниматься комплектации могут тоже там за курс какие-то продавать то есть когда мы разделяем что делать то есть как правильно это сделать точно так же ты определяешь стратегии потом определяешь целевую группу вот на своем примере тебя ты еще у меня есть рекламное агентство где целевые группы это стопроцентный битуби это девелоперы для которых я создаю платформы брендов нейминги бренд буки там был сайт и 3d визуализации весь продакшен то есть это большой это совершенно другой продукт отличающийся от того что я предлагаю риэлтор риэлторы это целевая аудитория номер два который я работаю с совершенно другим продуктом совершенно по-другому и у меня даже социальные сети разделены у меня фейсбук для битуби instagram для риэлторов хотя именно социальные сети не два аккаунта и там и там да у меня нет рекаунта агентства даже в чем это не заводишь тоже не нужно они работают вообще не работает это проверено многократно бессмысленная трата времени вопрос о том что социальная сеть она тоже адаптируется под целевую аудиторию то есть можно промазать вообще капитально поэтому еще и выбрать социальную сеть надо исходя из ца для этого ца так вот рекламное агентство живет своей жизнью в фейсбуке клиент тебя ищет видят и смотришь их сам работает в основном сарафанное радио в первую очередь инструмент номер один во втором вторым инструментом что рынок маленький все за инструмент номер два это networking вот причем очень часто оффлайновый вот два топовых инструмента для битуби и взрослых чек а то что касается нового бизнеса академии закрытого клуба для риэлторов обучающих курсов там консультации так далее то это instagram и таргет то есть совершенно разные каналы разные группы разные сайты то есть это как верно вообще два разных бизнеса брата один кирпичи продают другой френд один у тебя или нет вот туда васильев мотка сам это главный вопрос как ты одним брендом объединяешь два совершили более совершенно разных бизнеса я с этим я просто почему спрашиваю я с этой темой достаточно давно вожусь да и у меня в голове как бы не складывался я вроде как бы понимал как надо но вот как бы то какой-то вот конкретики реализация то есть не доходил пока не села не прописал как ты сейчас сам говоришь то есть у меня есть тоже задание как так делать я сам просто сел стал делать задание и вдруг вдруг она сложилась значит как вот тебя сейчас спрашиваю тебя два бизнеса два разных ца две разных группы facebook instagram но один васильев как ты объединяешь либо разъединяешь бренд и один для всех васильев или все-таки раза у меня есть один бренд васильев маркетинг фэмили то есть это логотип на котором латинскими буквами написано васильев и внизу под строчник маркетинг фэмили так семья маркетинговых продуктов окей красиво да красиво вот соответственно под этим брендом и академия существует и существует агентство причем агентство еще прошлом году называлась new today но я сделал ребрендинг и ушел от абстрактного имени к бренду который использует мою фамилию одну историю вспомнил а когда были регистрация там ник точка круто можно было домен регистрировать я хотел зарядить и new today там . today можно было сделать хотел тебе подарить но не получилось а его больше даже вот и не да ну я продлеваю домен конечно он ведет и директором причем меня даже некоторые клиенты до сих пор называют так new today что там она бы скажет new today как агентство запомнил ну хорошо как объединить ну давай так смотри я думаю что объединяется вся эта история как бы неким твоим личным подходом некими твоими ценностями то есть они у тебя остаются в любом случае там и там и ты как бы ты сам по себе то она вот как завод мужик в очках в целом как бы кому-то нужен да у тебя есть некие ценности которые позволяют добиваться результата и как бы это скорее всего люди видят в тебе фамилина в твоей значит общая тема и скорее всего эти вещи твоя личность она транслируется и туда и туда ну не совсем я поставил что первое это все-таки выстраивание вокруг имени 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 вадим васильев как нейминг да вадим раз почему потому что звучит как бы потому что гораздо проще сказать рекламное агентство как человек один академия вадима васильева понять это проще сказать чем не туда чем не туда и да то есть на рекомендовать можешь называться имен своим именем есть у меня года за третьего на что касается нейминга есть два принципиально разных подхода если вы идете в так называемый личный бренд это чаще всего называется личным брендом первое когда вы работаете как практически физическое лицо и вы просто вадим васильев там иван иванов стас орехов фрилансер такой ну типа того самозанятый до самозанятый вот там а второй вариант когда вы называете бизнес именем себя это звучит совершенно иначе студия станислава орехова агентство вадима васильева агентство недвижимости константины константина федорова риэлторское агентство елены качановой то есть это звучит по-другому совершенно трамп чтобы вы понимали девелоперская компания дональда трампа и на трамп то есть студия филиппа старка на вашем языке если дизайнерском говорит да и так далее там архитектурное бюро нормана фостера то есть это тоже нейминг основанный на личном бренде но технология построения бренда совсем другая и звучит она по-разному одно дело ты фрилансер стас орехов другое дело ты руководитель студии станислава и то есть когда ты строишь на сразу смотрите кто ты будешь ты не сможешь даже брендбук потом сделать даже логотип не сможешь сделать если у тебя не продуманными вот даже лично бренд мы с чего начинаем строить с того что если я допустим себя классифицирую как фрилансер да допустим и начинающим не нужно лично бренд тогда вот как-то себя строить что я в студии там допустим с пометкой на будущее либо пока не заморачиваться кто есть и не выпендриваться оставаться там ну именно как дизайнер что получить там сейчас заказа или в стратегии нужно стас ну а куда без стратегии если у тебя стратегия сейчас вот получить три заказа как-то выжить и ты вообще ни о чем не думаешь это тоже стратегия называется выжить да а если у тебя стратегии не выжить а например через там полгода или через год построить студию то ты сразу думаешь туда так я не хочу просто сейчас вы пытаться там как-то вот что-то я хочу через год иметь свое агентство это свою студию и тогда ты уже не будешь выстраивать просто тупо вокруг имени станислав орехов тогда ты сразу будешь думать категории студия станислава орехова потому что это твоя стратегия ты не идешь и отсюда все начинается и она работает независимо от того чем ты занимаешься дизайном ты риэлтор ты строитель или ты там продаешь помидоры какая разница потому что маркетингом в этом смысле шина одинаково работает для разных групп сначала ты понимаешь что ты хочешь куда ты идешь а потом ты начинаешь делать упаковку если ты идешь сразу в упаковку делать не понимая куда ты хочешь завтра прийти то у тебя будет полный бардак через месяц будешь переделать спасибо давай эта тема чтобы еще закончить есть вариант спрашивают там если у тебя просто наименование каких-то слов арт куб арт бетон не today хотя я фрилансер ну и зачем это нужно но вот не нужно вы выкладываете деньги нет смотри тут есть две стороны давай например если у вас существующий бизнес как у меня был не today то есть моё агентство назывался не туда потому что у меня были партнеры и не мог назваться сразу агентством вадим васильев вот у меня был не today вложено туда мне 10 лет жизни 10 лет энергии времени бюджетов на прокачку весь рынок тебя знает как не today все дела это одна история ты сидишь и взвешиваешь есть ли смысл мне похерить не today и сделать что-то новое что я потеряю что я приобрету это называется стратегии если ты сидишь такой умный к сожалению не написано как вас зовут иван иванов и у тебя вот бренд art cube да и бренд никто не знает клиенты его не знают просто тебе название понравилось ты такой решил повыпендриваться даже какой-то логотип там забацал хорошо еще есть хороший то ты сидишь и думаешь вот тебе нужен этот арт куб или нет или это просто понты к чему они тебя приведут и приведут ли куда-нибудь то есть на катерина очень приятно вот надо взвесить это есть ли в этом смысл работает лет но вообще я вам сто процентов могу сказать миллион процентов что у личного бренда или точнее бренда основанного на имени фамилии и бренда основанного на каком-то абстрактном нейминге нет никаких различий нигде ничего никаких ни плюсов ни минусов это может быть и там и там успешно и неуспешно вот и все все зависит от того что вы с этим делаете как вы это продвигаете но если бизнес выстроен вокруг одного человека и это сильный профессиональный харизматичный человек то подключаются другие качества которые можно имени которых нет в нейминге арт-кью потому что арт-кьюб это бездушная корова клюб клюб это просто юб квадрат арт-квадрат как зила бездушная корова которую очень тяжело упаковать какие-то ценности очень сложно только на визуальном уровне например ты там какой-то логотип или стиль партнер какие-то делать а если вы выстраиваете бренд вокруг образа человека то это гораздо легче снабдить человеческими характеристиками которые помогают продавать для сервисной сферы которые вы для микро бизнеса работать с личным брендом намного удобней вот почему продает instagram он помогает людям выстраивать вокруг услуги образ человека вот почему не делают в инстаграме очень часто корпоративные бренды потому что они в инстаграме не работают они обезличенные неочеловеченные но это я я не хочу прям рекламировать инстаграм дело не в этом потому что носители инструментов очень много кроме инстаграма как это можно использовать просто инстаграм как пример тем более что мы сейчас прямом эфире в инстаграме личный бренд удобен для продвижения продвигать вадима васильева станислава орехова екатерину иванову намного удобней чем от клюб или не туда и ну вот как-то так супер можешь порекомендовать либо дать какие-то точки для быстрого старта вот что мы сейчас ребят послушали да допустим нету сейчас еще там нейминга нету инстаграма правильно упакованного есть какая-то ну какие-то посты какие-то stories и что-то где-то показываем рассказываем как это все упорядочить некую систему потому что я знаю тебе слово тоже нравится система конечно делается вот как начать как системно начать чтобы вот что можно сделать за день например вот что за день можно сделать прямо сегодня чтобы отложить какие-то дела взять два-три часа для того чтобы изменить свою жизнь вот что можно все начать ну во первых ключевое слово в том что ты сказал слово делать для этого надо делать не только отговаривать и слушать эфиры но и делать это то что очень многие забывают да я могу дать рекомендацию как это сделать очень просто да также в принципе как со спортом ты когда идешь на пробежку то ты ты нигде кроме как на пробежке то есть ты должен выделить время взять форму одеться выйти и побежать также здесь да если ты сидишь за компьютером либо где-то надо должен выделить время то есть все начинается с выделения времени я буду что-то делать я конкретно вот в эти два часа по расписанию запланировать себе развитие соответственно первая часть запланировать окей все вот сижу два часа у меня есть что вот с чего на два часа ну да для начала чтобы тебя начала лист бумаги ручка так и написать свой план как ну какой план такой на цене какое число какой 16 16 вот сегодня 16 ноября напишите сейчас я возьму календарь и я вам прям скажу вот как бы я сделал если бы я что-то делал прямо совсем с нуля вот сегодня понедельник 16 ноября я бы себе написал что что-то у меня должно быть готово 20 ноября через через четыре дня 4 дня концу недели у меня должно быть что-то я не знаю это может быть стратегии это может быть план это может быть план график какой-то вот он должен быть готов следующие итерации я бы сделал 27 ноября еще что-то готово например вы сможете написать я не знаю там свою мы не свой манифест написать в котором вы опишите кто вы что к манифест манифест это краткая презентация меня зовут вадим васильев я руководитель рекламного агентства который занимается созданием брендов жилых проектов я делаю это профессионально 12 лет среди моих клиентов крупнейшие девелоперские компании коих больше 70 и за эти 12 лет я создал больше 300 проект сам называется манифест теперь короткий который вмещается в 2 stories написать его для многих людей оказывается невероятно большой проблемой потому что они начинают сталкиваться с одними и темы же сложностями во первых они становятся похожими на других мгновенно я дизайнер интерьера сделаю ваш загородный дом под ключ в стиле который вы скажете в любом стиле любом стиле который вы скажете быстрее и дешевле это то же самое везде качественно из качестве функционально это называется набор штампов которые не работают и вот сделать такой манифест это прям задача чтобы он звучал чтобы было понятно что это и еще чтобы он отличался от других поэтому я говорил вначале про уникальность так вот я погоди пока дальше не ушел рекомендации как это делать но если у кого-то будет затык вот с качественно профессионально круто не бывает такого что все вместе то есть в любом случае люди что-то делают какие-то части лучше на какие-то хуже ключ к успеху к тому чтобы сфокусировать на своем это написать что ты делаешь лучше и не побояться написать что ты делаешь хуже и соответственно то что хуже не писать ну как бы объективно просто надо подойти вы пишете какой-то дате свой манифест основаны на уникальности и это уже большое движение вперед потому что этот текст во первых можете записать видео презентацию во вторых вы можете взять этот текст положить его на лендинг сделайте себе бесплатный аккаунт на тильде если например и сделайте свой первый лендинг и это все надо запихивать в даты таким образом через месяц вы можете получить плюс-минус какую-то первую упаковку вы даже можете сделать свой логотип на основе там шрифтового решения не потратив на это не доллара сделай не в деньгах не в бюджете а в том что есть поэтапное движение для тех у кого уже какой-то старт есть к ним и требования выше у них уже инстаграм есть в инстаграме уже есть 500 человек у них уже какой-то лендинг есть значит вам надо выйти на другой уровень сформулируйте как этот другой уровень выглядит то есть вот этот план то что я сделал бы за два часа стратегия 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 плюс план что я хочу получить вот там вот в этой точке б который я иду я бы начался этого спрашивать если нечем пока хвастаться и как бы ничем не отличаюсь ничего еще нет что делать все с этого начинали кому у всех эта стадия когда-то начинался я когда создавал агентство мы зарегистрировали с партнерами домен не туда и вот там было написано рекламное агентство потому что такое ни одного ни одной работы в портфолио все достались своих предыдущих значит клиентских должностей я был директором по маркетингу другой человек там был директором по рекламе достали какие-то кейсы из предыдущих областей положили на сайт какое-то время они там повисели заменились на новые работы там год прошел мы их убрали дизайнер интерьеров если вы вообще не у вас ни одной работы нет сделайте несколько проектов для тех кто для тех один сделайте проект этого достаточно просто описать платные для каких-то объектов для каких-то не существующих людей вам надо показать свою компетенцию нас ребята знаешь как дело всем тоже рекомендую заходишь просто в любой поселок с которым ты хочешь работать скачиваешь оттуда презентацию дома скачиваешь планировку в отделе продаж просишь они тебе присылают ты берешь и этот дом просто делаешь визуализацию и планировку потом вешаешь на садишь и мы работаем с такими-то поселками с такими-то домами вот там мы работали ну как бы ты же там работал работал сделал не сделала нарисовал то есть ты же нарисовал дизайн нарисовал но можно и так а можно вообще по-честному говорить то есть я хочу даже не по-честному тебе же за это деньги не платили получается что это совсем хорошо я маркетинг есть пара я знаю что такое честные деньги мы делали не так когда-то мы выбрали несколько брендов для которых мы нарисовали какие-то работы была какая-то идентика логотипы а вам платить за мне ну вот и мы никому не говорили что он за это платили мы просто показывали как мы это сделать я что я об этом и говорю на смотрит вот мы для пепси сделали у нас там был ну понимает для поэси вот мы там сделали какой-то креатив вот туда какие-то были тендеры которые мы проиграли мы все вешали вот чтобы показать как круто мы это делаем а потом появились реальные коммерческие проекты и мы на одном как бы постепенно меняется слушай но тут далеко ходить надо короче надо себе позволить это сделать естественно обманывать никого не надо это самое последнее дело то есть ну как бы говорить что там ты делала если ты не делал но факт того что ты сделал и тебе не заплатили ну то есть какая разница не говори что условно ты построил ты вы что это визуализация спрашивает и но это нормально то есть продукт должен быть если тебе нечего показать покажи дипломный проект где-то учился и продолжать делать продолжать делать выкладывай в портфолио рассказывая об этих кейсах не обязательно рассказывать о клиентах я например практически никогда не рассказываю клиента часто это не это просто потому что я под идеей все время нахожусь как и про него расскажешь меня уже полно проект не просто не могу показать да 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 поэтому люди мы создаем что-то показываем картинки рассказываем нормальная история идея еще ну как бы backstage показывать людям интересно они оценивают не столько даже как бы финал да иногда не оценивают уровень подхода и профессионализма внимание к деталям как вы работаете как мы работаем поэтому показывая как делается процесс то есть ты автоматически переходишь из категории утюга до в категорию конкретно человек который делом занимается и если ты показываешь это то вот доказательства те картинки это тоже продукт это тоже хорошо я сделал аккаунт с портфолио в инстаграме отдельный красивый вот которым ничего не происходит только портфолио отличный доктор терра мы тоже есть вопрос давайте да у нас нас завершат насколько там остается четыре часа теперь в инстаграме ничего себе ну так что мы завершимся когда мы захотите давайте но мы не будем тебя до значит пять минут смотрите для студии дизайна упаковки сколько стоит мне не хочется хлеб воровать я не знаю делаешь ли ты упаковку для студии дизайн но у нас делается упаковка студии дизайн в любом случае смысла надо вытаскивать самому то есть я же за вас не буду смысла выдаст можно это консультации делать но лучше самому головой поработать 2000 в месяц стоит пожалуйста подключайтесь я не знаю сколько у тебя стоит у меня ответ был такой и во первых студия дизайна никогда не заплатит поменяемых денег другой студии дизайн на то чтобы сделать себе упаковку так просто не бывает до хорошая упаковка стоит серьезных денег я бы на вашем месте вложился бы во что-то другое вы можете сделать себе шрифтовой логотип бесплатный выбрать какой-нибудь шрифт классный скачать написать хороший naming на его основе сделать бренд вложитесь в сильного человека который будет рядом с вами который вам будет помогать это намного важнее вот у вас есть стас который вас прокачивает который вокруг себя собирает дизайнеров которому есть что рассказать 6 гигантским опытом вложитесь то чтобы быть рядом с ним потому что он даст вам в миллион раз больше чем любой логотип и зачастую такие вложения они в принципе не измеряются деньгами точно так же как риэлтор допустим который со мной работают и дизайнеры интерьера кстати тоже на первых двух потоков не были но конечно и твои ученики были у стариков было вас да она там и недавно там молодцы да то же самое для моих риэлтор ребята обязательно будьте рядом со своими коллегами они же ваши конкуренты вы на них смотрите вы у них в том числе учитесь вы находитесь комьюнити людей которые дают вам что-то вот и плюс если рядом есть какой человек который действительно умеет больше чем вы это зачастую просто без цен слушай стаса напиши пожалуйста мой ник в чате я же тут абстрагированы если вдруг кто-то захочет подписаться так вау подписывайтесь да на вадима очень вот я вот есть ник в чате еще по трансляции тоже будет у нас в записи то мы выходим с телефона стаса у нас технически вадим вот на самом деле тоже да хочу порекомендовать потому что очень очень дельно очень тонко очень хорошая всегда графика шрифты смысла самое главное стратегия то что очень классно то что там у многих нет и все по делу и самое главное практик вот что мне нравится да есть кейсы кейсы готовые живые и если что-то не надо делать не будет говорить что типа не надо надо это делать наоборот то что надо как раз порекомендует сделает поэтому да я вот еще хочу подписывать о том что у меня же так так же как у стаса есть закрытый клуб риэлторов знать риэлтор номер один в котором формируется комьюнити риэлторов руководителя агентств недвижимости а если я правильно понимаю это же одна из разновидностей вашей целевой аудитории до риэлтора да 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 короче если кому-то это интересно поработать с этой ца вы приходите в мой клуб вот на всякий случай должен заход потому что это прямой выход на большое количество риэл но это хорошая тема потому что вот к нам допустим включать вступают поставщики умные поставщики тоже почему потому что они смотрят как дизайнеры развиваются да в чем вам нужна помощь и это же вот кто у нас участвует вместе до показывая что делаем комьюнити ссылки шарки моего профиля волком еще по комьюнити хочу сказать интересную такую тему ну вот по продвижению ты затронул нетворкинг оффлайн да но на самом деле онлайн тоже отлично работает конечно вот и онлайн нетворкинг как раз таки вот клубы да они могут быть платные бесплатно это неважно важно что смысл как как работает вообще методика да ты приходишь сначала тебя никто не знает да ты но мы сначала просто вот и для того чтобы сообщество тебя узнала для того чтобы ты как бы себя позиционировал ты используешь абсолютно такие же механики вот как вадим сейчас сказал манифест это у тебя называется да то есть кратко сам про файл не ну сам презентация о себе да можно я просто привык крикла до закона заговорить у нас манифест просто немножко другое это как бы некая для компания на не для человека ты получается на бренд перевел вот но в чем суть да ты просто когда при ну как бы представляешься все говорят я там вася я делаю там электриком там я петя мы поставляем мебель да там а я допустим ваним васильев скажем да я вот вадим васильев я помогаю там людям то 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 и вот так то так то есть когда ты в самом даже презентация в представлении показываешь пользу что у тебя можно узнать уточнить купить чем ты можешь быть полезен вот это самое важное то есть ты уже как бы на голову выше дальше как в этом сообществе что ты делаешь ты завоевываешь некий авторитет то есть ты работаешь показываешь себя в качестве эксперты давай советы платные вернее бесплатные помогая людям прося отзывы соответственно у тебя накапливается авторитет соответственно в этом сообществе ты уже становишься ну как бы неким полезным членом а полезным членом сообщества с доказанным авторитетом уже легче как-то взаимодействовать значит искать коллег не конкурентов этих клиентов и вот все то есть я к чему к тому что в сообществе тоже надо действовать по плану по стратегии системно и работают абсолютно такие же механики как и просто в рекламе но самое главное ребят не забывайте делать добрый конца закончится эфир и 95 процентов из вас нажмут на кнопку выключить эфир и дальше ничего не произойдет к сожалению поэтому возьмите что-нибудь самое ценное что вы сегодня услышали мне кажется мы много дали информацию до полезности не разные очень для разного уровня людей но давайте что-нибудь и реализуйте это вот это самая прикольная штука у меня новый курс который интенсив по стратегии которые есть он начинается с этих слов любые знания бесполезны если их не применять не смотрите этот урок если вы ничего не будете делать не тратьте время добавь от меня и даже вредно потому что есть иллюзия что ты знаешь и потом как-нибудь применишь спасибо всем спасибо всем ребят приятно было увидеться подписывайтесь на аккаунт вадима подписывайтесь на наш аккаунт задавайте вопросы вадимов директ ты сможешь ответить что-то и мне тоже все до новых встреч пока пока